Ой, ну наконец-то мы сейчас все тут сфотографируемся. Если мне руки хватит. Да, девочка? Да. Тоже у нас тут на полу сидят. Слушайте, раньше вообще этого не позволяли делать. Ой, а сейчас? Привет всем! Вы на канале Упровансалочка. Меня зовут Алла. Я живу в Провансе. И в данном случае я в своем огороде. Ко мне едет подруга. А я вместо того, чтобы идти в душ, побежала ей собирать посылочку, как говорится. Здесь у меня молодые цукини разных сортов. Вот там длинные, полосатые. Вон там и беленькие, и просто зелененькие, и кругленькие. Баклажаны тоже белые, синие, разные. А здесь вы смотрите, чего включила телефон-то, не собирала снимать. Это цикорий. Целое поле, представляете? Я даже не представляю, что с ним можно делать. Но говорят, что в любом случае его можно таким образом собирать, сушить и так далее. Но так как у меня давление пониженное, то есть мне, как лечение цикорий, не нужен. Поэтому я этим заниматься не буду. А вот это у нас заросли помидоров. Вот эти две линии. Вот это привитые томаты. Посмотрите, какие леса. Уж сколько я их тут резала, резала. Тут у нас был мистраль два дня назад, такой сильный. Муж подвязывал немножко, приходила, ему тут помогала. Вот. Ну, в принципе, томатов нам хватит, которые у нас вырастут. Но все-таки они все равно есть. Просто у меня в этом году я запустила томаты, я их не резала, как обычно. То есть не освобождала ствол. Поэтому вот такая засада. Но пускай растут сами. Я не буду за ними тут носиться. Мне некогда и так. Мне даже некогда жить. Не то, что заниматься этими помидорами. Кабачки тоже. Посмотрите, у меня холодильник забит кабачками. Нужно пережаривать. Но я тут в гуле вдарилась. Я вчера сходила на снимок своей спины. Вот должны прислать мне на e-mail результат. То есть мне отдали они клише. Описание пришлют по почте. Может, уже и прислали, я не смотрела. Вот, посмотрите, тут мои тыквы. Вон уже хорошо они видны. Тыквы в этом году маленькие. Вообще маленькие. Ага. Вот здесь кабачки. Надо прийти мне сюда еще вон парочку кабачков срезать. Чтобы они зарастали сильно большими. Ну, а вот это плантация помидоров брата Мариса. У него очень хорошие в этом году помидоры. Причем абсолютно все он сеял сам. То есть там два сорта. Ну, и парочку он там каких-то купил. Так, ну, а это вот... Вот это в этом году огород сестры. Моего мужа и вот брата. Вот эта помидорка подсеялась сама. И видите, она коктейльная. Вот черри. Очень хорошо, потому что у меня нет ни одной помидоры. А она вот эта взошла сама по себе. Ну, не знаю, может быть, сестра брата подумает, что это ее помидорина. Так, на нейтральной. Но здесь наши помидоры в том году были. Ну, и неважно, пускай собирает. Хватит мне помидоров. И вот эта вот сама взошла. Тоже это черри. Потому что в том году у меня сидела. И вот эта помидорка, не знаю, что это будет. Но такая хорошенькая. Прям тоже какие-то кисти тут висят. Вон там пару помидорок. Ну, и пару помидорок мне посеял. Вон взошли сами. Молись их посадил между, где-то здесь, между кабачками. Естественно, кабачки их загубили. Ой, посмотрите, какие красивые. Прям такие синенькие-синенькие. Красивый цвет такой. Этого цикория. Красавец. Смотрите, едет моя подруга. Посыночка. Подруги от подруги. Тут яйца. Ну, там уже я вам показала кабачки. Там баклажаны. И смотрите, я ей вчера сделала вот такие пакетики. Вот здесь вот липа этого года. Потом я ей отсыпала розу сушеную с гвоздикой. Здесь у меня перемешанная. Вот такой пакетик. Видите, как розы сразу поменьше. Да, ну так липа же у меня много, а розы мало. И вот такой вот пакетик пионов тоже этого года. Так что будет моя Надюшка. Шарли пить чай. И Аллу Владимировну вспоминать. Надеюсь, добрым словом. А я люблю. Вот я люблю поделиться, девочки. Я люблю поделиться. С хорошими людьми. Мы в Эк-Сан-Провансе находимся. Вы представляете? Мы второй раз хотим въехать в паркинг. Тут такая очередь. Так мы въехали, мы из него выехали. Мы там заблудились. А теперь подъезжаем. Паркинг как-то. Это для магазина там маленький. Подъезжаем. Тут такая очередь. Сейчас пока доедем уже мест не будет. Боже мой, что творится? Послушайте, идем мы мимо. Лежит собака бедная. От жары умирает. И мужчина сметает пыль вокруг нее. Мы как тормознулись, мы испугались вообще конкретно. Мы думали, что она умерла от жары. Короче, мы в аллеях Провансаль. Посмотрите, сколько здесь людей. Мы с Надей чуть запарковались. Сегодня вторник. Вот это вот самое очень известное абрасюри. Вот оно так и называется, ротонда. И сюда приезжают кушать даже большие артисты. Вот. Посмотрите, сколько здесь что стоит. Зеленый салат 21 евро. Ну, нормально, да? Вот, короче, цены здесь дорогие. Не каждый себе это может позволить. Вон мои девочки там и содержались с собачкой. Надь, Надь, твоя. Людей море. Вот он, вот он, знаменитый фонтан. Представляете, сколько людей здесь вообще? Обалдеть можно. Вот мы с девчонками тоже хотим где-нибудь присесть, кусочек пиццы скушать. Даже уж не знаем, помлучится ли, потому что людей очень много. Я вам показываю немножечко, кто здесь гуляет. Смотрите, вот здесь зонтик и такие прекрасные продают. Я себе купила такой зонтик деревянный. И я не знаю, куда его делаю. Посмотрите, посмотрите. Вот они какие там дома старинные в Экс-Сан-Провансе. У нас, как всегда, очень жарко. Короче, мы сейчас, наверное, покушаем вот в этом вот бестро. Ера нас привела. Смотрите, вот такие патио. В Провансале. Здесь как-то люди, видите, мы только отошли с центрального места уже. Слушайте, людей поменьше. Видите, как мы сейчас будем в ресторане кушать? Смотрите, как там красиво. Вот так вот оригинальненько. Девочки, ну вы видите? Девочки, вы видите? Не, ну вы посмотрели, где мы сидим? Прямо под самой сушкой белья. Вам нравится? Да, очень. Ира, представляешь, одна улица. Короче, мы сидим в ресторане. И нам принесли, представляете, вот такой горшочек. Это апельсин. Это турецкий горок фашиш. А как он еще по-русски называется? Нут. Нут. Нут? Представляете, натрук. А, ну с кориандром, девочки. С кориандром. Что у тебя тут? Эти я ставила себе в банке. То есть я себе ставила... Девочки, скажите, пожалуйста, здравствуйте. Подобавим. Натя, поздоровься с моими подписчиками. Добрый день, девочки. А что вы делаете? А вы что? Я занимаюсь очень важным. Мы заказали мясо себе. Смотрите, как красиво надо, красиво налила. А мы в таком очень интересном ресторанчике, в таком, прям находимся. Посмотрите, какие тут стены, какие украшения. Ну и здесь тоже, вон, тетеньки такие все пожилые. Смотрите, нам принесли, какое богатство. Вот это я понимаю. Мы сыры взяли такое, чтобы он был чуть-чуть больше зажарен, чем с кровью. А Надюшка взяла с кровью, она любит. Какая красота, да, вообще. Вот и Надюшке принесли. Короче, мы, девчонки, мы балдеем, представляете? Пожелайте нам приятного аппетита. Почему? Нравен вам не звать. А нам с тобой колесончики. Смотрите, здесь фонтанчик такой. Это вот было два дома стояло. Они их соединили. Вот здесь вот был фонтан. Сейчас ухожу, Левочка. И вот видите, вот здесь вот был дом. Видите, труба. Вот они поставили вот такую крышу между ними. И сделали ресторанчик. Значит, Дэвид, Надюшка. Вот. И мы, короче, тут очень хорошо покушали. Не очень дорого. Мерси. Мерси. Привет. Надеюсь, как-то тут лампы такие красивые. Вот этот стол. Вот этот стол. Такое столище. Представляете, он такой высоченный. Такими барными столчиками. Очень так все по-домашнему. Нам очень понравилось. Я сюда приведу своего мужа. Обслуживание хорошее. Такие они, это, очень, как, приветливые, да. Одна, по-моему, такая, типа, девочка-таиландка работает. Мальчишки-французы. Но все ненавязчиво. Никто ничего не заставляет там покупать. Меню разное, конечно. Мы взяли такую плату жур. То есть, ну, вот этого, чтобы формулу, да. В обед, который предлагают. Конечно, вечером уже таких формул нет. Ну, а днем вот можно воспользоваться. И вот сюда ходят кушать местные. Сюда ходят местные. И Ира, как так, как она истучала это немножечко, экс-эн-Прованс, куда туристов повезти. Вот она вам показала этот ресторанчик, как хорошо, как мило. И вот смотрите, вот видите, вон там уже светлеется. Вот это центр, там все забито. Там нигде не присесть. Вот только мы отошли, смотрите, вот там вот бабушка и чего-то, все. Уже все, никого. Вот так вот надо в городах искать места, где можно покушать, где нету скопления туристов. Смотрите, видите, вон ищут люди. По карте ходят и ищут места. Но вот это вот уже все, это центральное местечко такое. Ира, на эту улицу? Представляете, вот это все туристы. Вот все вот эти в шляпах, вот это люди, это все туристы. Очень много англичан. Немцев много, голландцев много, бельгийцев много. Ну, вы же видели, что как мы могли запарковаться. Смотрите, какой прекрасный кафешечка такая. Очень много людей, послушайте, конечно, июль, август, их Сан-Прованс. И очень много англичан, очень. Посмотрите, видите, похоже, бездомная дядская собака. Собака, видите, вот это его собака. У нее там крокеты написаны. Люди тут рядом стоят, никто внимания не обращает. Какой? Человек устал. Ира, туда? Еще? Столько людей вообще. Это же не французы, это вообще не французы. Нет, вот у нас церковь. Пусть загляну взять, не в ласковь. А на фиг. Сейчас вы пойдете? Я просто загляну. Вот магазинчик Арам, кстати. У них неплохая колодка, мне идет и хоп, у меня есть пару сапожек, ботиночек от них. Натуральная кожа. Вот столько вот, много маленьких улочек. Девчонки пошли, забежали в церковь. Я уже не пойду, мне нужно зайти в магазин. Обувь. Ой, а вот здесь вот эти всякие печенюшки, колесоны, конфетки, конфитюры. Все вот это вот прованская гастронамия. Бутики, работают люди. Не надо идти мимо, а то нас сорят на голову. Бутичок, мыло хорошее. Так, подожди, я на ту лицу свернула, а то сейчас девчонки пойдут меня искать. А вот она, да, вот я в цапу пойду. Вот это вот цапа. Здесь вот, ну, распродажа такой, как бы конец линии косметики. Сейчас пойду посмотрю. Так, здесь тоже вкусняшки всякие, местные. А здесь можно купить бывшее в употреблении какой-нибудь аппарат. Паре футу, камеру можно купить. Смотрите, какая кафешечка милая. Какие цветочки полевые. У нас здесь стоят, какая красота. А это сухоцвет. Маленький бар. Можно перекусить тоже. Ой, как здорово. Посмотрите, прелесть какая. Ира сегодня тягает мои шмотки, которые я забрала в бутике. Потому что я хотела их отнести в машину. Она сказала, я тебе буду носить. Ну и слушайте, и носит, и носит, и носит, и носит. Она как раз писала, а чему она писала. Она писала в отношении к маме, что часто люди не будут реализоваться, потому что была прерванная любовь. Тут какие-то сумки такие. Прям вообще. Здесь вот все для деточек. Посмотрите, как здорово. Вот здесь очень хороший ресторанчик. Вот здесь. Пошли, покажу. Смотрите, вот здесь Ира говорит, вот здесь хороший ресторанчик. Посмотрите, какая улица. Вот как здесь найти. А, вот сюда вот улочка пошла. Я бы никогда не додумала свернуть здесь. Вот Шарли убывает, как в Вене, вот так в ресторан нашли. Я его сейчас была в Вене с девчонками, я его не нашла. Я этот подворот не нашла. Представляете, какой все обшарпанно. Ира говорит, вот здесь хороший ресторан. Хороший ресторан, да. Мы отмечали день рождения мой. Ты как раз уехала тогда к тебе. Какой позапор, чтобы что-нибудь забыли. Вот это Клора? Да. Кролла? Дроля. А, Дроля. Смешное место. Смешное место. Да, но сейчас они, видишь, уже закрыты или сегодня не работали. Там, смотри, книжки там стоят. Ну, понятно. Ну, да, наверное, тут интересно. Тут это, с музыкой играют они, значит, там, джазик такой. Смотрите, какая старина. Смотрите, какие обшарпанные эти улицы. Страшненькое такое все. Я бы здесь жить вот то, что не хотела. Там, наверное, в комнатах, там такое. Там, значит, что-то она рассказывала, что нужно работать. Она, может быть, тоже как бы сознательно не понимает это. У девочки пахнет. Нет, невидимая. Нет, нет, я здесь не была с этой стороны. Я купила себе в итоге. Все-таки думаю, ну как это я в Монако ничего не купила. Я купила, прям вот вон сам. Ну, давай. А, поднимай. На стол. Не будешь. Вот наши пальчики, видите? Вы уже скоро наизусть будете знать. Это мое платье на свадьбу. А вон там у них красные туфельки есть. Вон всякие туфельки тут. Как бы они специализируются на балеринках. Мне нравятся. На балеринах, да. Дорогие? Ну, вообще, эта марка дорогая, да. Балетная обувь у них на полмоне начинает. Да, вот я вижу, у них есть балеточки. О, девочка, а вот это какой дорогой бутик я же ходила. Но зато качество этого льна. А вот ты, смотри, шестьдесят два. Смотри, какие красивые. Ой, я представляю, они мягкие какие должны быть. А, и этот пиджачок. У нее такой, а, у нее такой, один там был голубой такой, типа кардигана. Вот такого же, какая-то ткань помятая. Ну, так что, семьсот евро. Лед, это лед. Значит, они не мужские. Наверное, что они женские. Ну, вот мы сейчас выходим на пляс Альбертас. Тоже вы его уже наизусть знаете. Вот, знаете, как здесь красивенько, красивенько. Девочки, пойдемте хоть сядем к лампу, и сфотографируемся втроем. Я говорю, девчонка, дуете хоть на память сфотографируемся ж. Походим, ходим, никаких ни фотографий, ничего. Ходит, ходит. Ой, ну, наконец-то мы сейчас, вот сейчас все тут сфотографируемся. Если мне руки хватит. Да, девочки? Да. Ой, и он начал строить этот квартал. Ух ты, голубь прилетел прямо над моей головой. Я испугалась. Аж присела, представляете? Красиво. Сейчас будут красивые там ворота. Начали они строить, да? Тут будет парламент. В этом парламенте понаехало людей, которые пытались тут покупать должность и все. И они все строили, строили вот эти богатейшие виллы. А вот те остальные, которые жили здесь, они тоже, видишь, вот этот же, он вступил у него Альберт Альберт Альберт, чтобы он тоже парламент был, у него вот это вот было, все он ее украсил, стили барокко, вот этот фасад, и все. И сидел так вот грызг, говорится, локти себе. Потому что те, которые там, у них, значит, у каждого был такой небольшой дворик, они могли подъехать с каретами и так далее. А здесь, значит, он эту красоту такую, значит, создал, и он не мог, то есть люди не могли любоваться. То есть здесь были дома. Да, понятно, дома. То есть ему пришлось купить все вот эти дома и все это сломать. Он сломал, и у него такая появилась площадь, чтобы можно было на карете подъехать, да? И вот там двери открываются, вот эти большие двери. Дверь открывается, и тогда машина въезжает. Ирочка, ты, как я не сначала снимаю, скажи, пожалуйста, кто выкупил это плясо? Мишу Альбертас. А кто он был? А он был кто? Он был в парламенте, он занимал должность в парламенте. В Кримазолине. А там, значит, в то время еще что? Те, кто покупал должность, их называли Нобль де Робе. А те, кто как бы должность и титулы, и чины заслужил, их называли Нобль де Пе. То есть, они своей шпадой заслужили это. И вот это как бы было две такие большие группы. Де Пе и Де Робе. И вот эти вот Робе, они как бы жили в симпроке Мазарине. А здесь в основном были вот эти вот Нобле С Де Пе. И он как раз относился к таким. И вот он очень сильно переживал, все это выкупил, сломал. Вот, и вот это была такая площадь. Но фонтан появился уже значительно позже, уже по-моему, в 19 веке. Ну вот, послушали немножко историю, Ира нам хоть чуть-чуть рассказала. Куда? Туда идут? Туда? По этой. Пошли. Он поворачивает или нет? Человек. Ой, ну хоть, ну хоть. Смотрите, смотрите. Видите, какие у нас тут парочка. Да, я абсолютно с ним сидел. Ты с сальядом знаете, да, марку сильного? Здесь много. Есть же группы русские. Нет. Ой, здесь очень много, надо, русских. Сальяда это маха, которая родилась там, в Арле, около Арле. И они разделились сальяда, и вторая, я забыла сейчас, как там, раньше это была одна семья, потом они там что-то делили, разводились, женились. Вот эта вот маха очень хорошее качество, ткани. И они берут рисунки, то есть это вот армидиады, цыгане, там, комарки и так далее. И качество потрясающее, но цена... Дорогая, дорогая, дорогая. Да, скатерки, там, цыгане, да, и цыгане. Ой, здесь еще... А, это запа, это не зара, это запа. Так, подожди, меня спутала, мне теперь. Улицу, улицу. Смотри, какие-то Иру, я даже не знаю таких имен. Вот, смотри, Иру. Я говорю, такие марки, например, смотрите, Иру. Я даже не знаю, что это такое. Но это, наверное, очень дорого, потому что такой типа бутик. 115, 206. Вот, смотрите, видите, мы переходим из одной маленькой площади в другую. А, ее это звуком, а потом? Я бы, видишь, какие такие, вот, раз, какие мистерские переходят в улицу, правда? Просто потрясающе. Вот два дерева и уже все по-другому. Я же говорю, я Мариса вообще не могу вытащить в это. Вот, а 1481-м, значит, Прованс вошел в состав Франции. То есть, этот Прованс достался его племяннику, а племянник был в очень добрых отношениях с королем Франции. И сказал, типа того, что ему пообещали, что ему потом достали за королем Франции. И детка умер почему-то через год. Да, да. Если Франция, то не так можно. Ну, одна из принцессы в Франции, по-моему, же, там, полужина, это было, знаешь, когда это было 1200. А, это... Видите, по каким я вас с улочками вожу? Мы с Марисем здесь ходили. Ну, какие, конечно. Шляпки красивые. Очень красивые. Так. Сейчас я понимаю, что я хочу пить. У нас пока учились, когда вы вообще спрашивали. Вот здесь об 60% скидки, посмотрите. Ой, послушайте, я здесь никогда этих бутюков не видела. Ну, как-то меня Марис здесь водил, переходили. Мы вот сейчас мы выйдем на площадь опять, где стеклянные полы. Вот здесь вот посмотрите. А вот она, Сефара, куда мы идем. Сефара. И вот здесь вот видите, какой бар. Посмотрите. Класс. Очень милое место. Слушай, мы здесь проходили, смотри. Вот видите, там он сидя за столиком такие. А вот там вот трибунал, и там сейчас стеклянные полы уже сделали. Можно потом выйти. Мы зашли в магазин Сефара. Он расположился на трех этажах. Девочки, вообще, конечно, шикарный, шикарный магазин. Нам нужен был отдел макияжа. Короче, сразу мы пошли бегом к этому берлену, который уже видели в прошлом магазине. На центральной улице в Эксен-Провансе. Конечно, чего здесь только нет. Чего тут только нет, девочки. В этом нужно разбираться. И без помощи специалиста. Ну, или для тех девчонок, которые... Это вот презентуары этого Кларанса. Мы посмотрим тоже. Вот терракота. Там, видишь, там такие всякие с кисточками. Глаза разбегаются. Ничего не понимаем. Ну, я думала, только одна я. Ничего не понимаю. Ну, мои подружки тоже такие не очень сведущие были. Вот, позвали консультанта. Вот сейчас она подойдет, будет меня немножко красить. Пришлось убрать весь звук, потому что много музыки. Конечно, зацепили, смотрите, это сислей. Зацепили, господи, за пудрой. Смотрим уже по намаде. Все нам нравится. И в конце концов так Ира такая включает такую умницу. Говорит, да вот, посмотри, твоя пудра, наверное. Открывает. А там вот эти вот девочки такие, знаете, как влажная такая пудра. Кушон. У меня, кстати, есть такая. Тоже классная вещь. Вот, не знаю, если у кого-то есть. Вот, класс-класс, правда? Посмотрите, какая красавица мне наносила макияж. Подбирала мне компактную пудру. Вот это вот было, как бы она мне пробовала, это был как Лоранс. Не знаю, какого это было цвета. Вот сейчас я, когда смотрю на видео, мне кажется, что вот это мне нужно было и брать. Вот мне прям, вот смотрите, она мне прям идет. Вот, вот подходит по цвету. Ну, эта девочка потом говорит. Я ей говорю, я думала, что мне нужно потемнее пудра. Девчонка, смотрите, как она профессионально наносит. Вот по таким вот линиям вот так вот и нужно наносить эти пудры. Сначала так раз, как бы кружочком так-так-так, а потом разносить все по массажным линиям. Она смеется, потому что я говорю, я думала, что у меня матовая кожа, ну, то есть я темная. Она говорит, да нет, что вы, вы светлая женщина, у вас не матовая кожа. Матовая это уже такие, наверное, да мулатки или кто. Вот, ну, послушайте, ну, сейчас она пошла с герленом, который я и куплю впоследствии. Продолжение следует... 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 на строительство водохранилища 1832-1835 год это были годы когда свирепствовала холера здесь же там музей мы туда сырых ир помнишь мы ходили с тобой там есть такая кафешка классная вот девочки вот куда надо было деньги потратить в этот кафе я начала говорить про Сезана и Жуля приехал сюда оказался здесь благодаря своему отцу это был известный инженер его проект победил значит в конкурсе проектов и Субтитры подогнал «Симон»